На часах 13.07, да, это программа «Особое мнение», меня зовут Владимир Сметанин, и со своим особым мнением сегодня у нас Олег Ткачев, руководитель Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, член региональной общественной палаты. Олег, добрый день. Добрый день. Вы, наши слушатели, можете задавать вопросы гостю особого. На нашем сайте kirova.ru есть специальная форма, есть там видео и аудиотрансляция нашего эфира. Ну, хочу начать все-таки с вопроса. Ваша оценка, Олег, итогов второго общегородского баркемпа, который прошел в прошлые выходные, первоначально планировалось, что состоится он на свежем воздухе, но из-за непогоды, непрерывающейся, был перенесен в стены галереи прогресса. Итак, вот такое явление, как баркемп. Мы его активно анонсировали, и те выступающие, которые там присутствовали, они и в нашем эфире тоже рассказывали. Ну, баркемп состоялся, и это хорошо. То есть, на самом деле, приятно было увидеть так много разных людей, которые интересуются столь сложными и интересными темами. Открытость общества, открытость власти. Да. Это, помню, была тема основная. Да. Я заметил присутствие многих молодых людей, то есть, много молодежи интересуются, то есть, к спикерам, к активистам, к уже состоявшимся люди подходят и говорят там, здравствуйте, а мы вот такие вот молодые люди, мы бы хотели обсудить, а вот как нам лучше сделать, вот у нас есть идеи. Ну, и так далее. То есть, и это ценно. То есть, на самом деле, ценность подобных мероприятий в том, что это создает питательную среду для развития каких-то инициатив, для передачи окута, для увеличения базы знакомств, там, активистов, там, друг с другом, для поиска новых активных участников, там, различных общественных движений. В общем, всем довольны. Все понравилось. Ну, разумеется, если бы это было все-таки на природе и не в замкнутом помещении, то есть, ограниченном там и по площади, и по количеству площадок, то это было бы более уместно. То есть, уровень неформальности был бы, наверное, побольше такой, да? Ну, и уровень неформальности, ну, и понятно, что, как бы, в ограниченном помещении, там, и звук летает туда-сюда, там, эхо, вот, то есть, площадка галереи прогресса молодцы, они сделали там, что могли, но, тем не менее, это все-таки, там, замкнутое помещение, в центре города. И, как и предполагалось, ну, вот, на любом мероприятии, которое проводится в городе, то есть, люди приходят на некоторое время на какую-то интересующую их тему, а после этого уходят по своим делам. То есть, если бы это было за городом, то просто... Просто так свинтить оттуда было бы невозможно. Да, да, волей-неволей больше бы людей приняло бы участие, там, на других площадках, в Арканде. Хорошо, исследуем дальше, и хотелось бы еще остановиться на теме работы, деятельности некоммерческих организаций. Постоянно появляются некие инициативы, которые обсуждаются на самом верху. Вот в Совете Федерации на днях состоялся круглый стол, государственная поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, исполнительные общественно-полезные услуги. Вот некоторые там предложения прозвучали, например, введение публичной отчетности о результатах деятельности НКО. А сейчас это нет, что ли? Это не предусмотрено? Открытое НКО сообщали об итогах. Отчетность она есть, но в объеме сведений, предоставляемых в государственной отчетности. То есть публичный отчет некоммерческой организации должен быть опубликован на сайте организации, на ресурсах интернет, но это в основном отчет по... По тем параметрам, которые диктует государство, да? Да, там не то что параметры, там отчет об использовании имущества, по сути говоря. То есть содержательную часть там можно не описывать. Здесь, скорее всего, имеется... Ну, скорее всего, я так предполагаю, имеется в виду, что если организация получила какое-то там финансирование, или государственную поддержку в какой-то иной форме, то необходимо об этом рассказать, в том числе и с содержательной точки зрения, там, хотя бы опубликовать отчет о достигнутых результатах, о итогах этой господдержки. А где, в какой форме? В средствах массовой информации, на каком-то отдельном ресурсе специализированном? Скорее всего, сделают и отдельный специализированный ресурс, ну, я предполагаю просто, потому что это легче всего. Но вполне могут ограничиться тем, что обязать в более подробном виде выкладывать на каких-то собственных ресурсах. На своих сайтах те же самые? На своих сайтах. Еще одно предложение, прозвучавшее там, не знаю, есть ли, на мой взгляд, тут проблема, это более широкое освещение положительных результатов работы НКО в средствах массовой информации. Есть проблема? Ну и... Люди мало что знают из СМИ. Люди мало что знают, потому что люди мало чем интересуются. Проблема в людях. Понимаете, вот как бы некая рутинная часть работы, она скучна. Она не является информационным поводом, ярким информационным поводом. То есть, каждодневная работа, она, если ее не подавать, не обыгрывать... Не делать это вкусно, что это не делать. Ну, это должны делать специалисты. Некоторые организации привлекают специалистов, и там, каждое маломальское движение, оно начинает быть интересным людям. То есть, это интересно читать как на собственных сайтах, в виде собственных новостей, так и средства массовой информации с удовольствием берут, если кто-то сформулировал, в чем был интерес. Ну, подавляющее большинство деятельностей некоммерческих организаций, это такая, в принципе, рутинная, каждодневная деятельность, которая не видна невооруженным взглядом, и ее просто необходимо как-то описывать. Будет ли стимул средств массовой информации в это вдаваться и обсуждать какие-то тонкости, делопроизводство внутриорганизационного, вот не знаю. Но огромное количество СМИ, то есть, все-таки, еще коммерческие предприятия бы хотелось, собственно, еще и заработать на публикуемой информации. Ну, вы согласны все-таки с тем, что нужно больше освещать в средствах массовой информации? Освещать-то надо больше, но здесь вопрос не столько к средствам массовой информации, сколько к компетенциям тех людей, которые пытаются эту информацию предложить, то есть, сформулировать. То есть, если есть что интересное в организации, то это всегда можно привлечь специалистов, которые помогут это упаковать в более понятную, доступную и интересную упаковку и передать средствам массовой информации, которые интересные события осветят, потому что это интересные люди. Еще одна мысль, прозвучавшая на этом круглом столе в Совете Федерации, это разработка типовой модели ресурсного центра поддержки НКО, который предоставляет услуги в соцсфере. О чем идет речь? Поясните, пожалуйста. Ну, смотрите... Некий курирующий орган? Ну, приоритеты объявлены давно. То, что НКО должны становиться поставщиками социальных услуг, а ВОС и ныне там. То есть, власть... Больше полгода уже. Власть со своей стороны, со своего видения считает, что нужно каким-то образом активизировать эту деятельность. И активизируя эту деятельность, самостоятельно там не очень понимают, как это... Потому что люди на госслужбе не очень понимают, как активизировать... По-другому они работают. Да. Тех людей, которые работают не за деньги. В основном, ради какой-то идеи. Как приблизить их формат работы к понятному, близкому формату работы государственных органов, к форматам бюджетной сферы. Если речь идет о компенсациях государства за факты, оказываемые социальные услуги. Вот. И, собственно говоря, видно, что есть некие организации под названием ресурсные центры, под общим пониманием ресурсные центры, которые помогают другим организациям. Во многих городах это есть, и мы являемся в Кирове такими представителями, и кроме нас есть еще многие уважаемые организации, которые могут поделиться опытом и выступить в качестве ресурсного центра. Собственно говоря, то, что помогать ресурсным центром необходимо делать эту работу, консультировать, являться проводниками, переводчиками с одного языка на другой, то есть медиаторами, лоббистами некоммерческого сектора. Это понятно, и это не вызывает отторжение. Вызывает отторжение попытки создать какие-то единые модели, применимые для всех. Причесать всех? Да. И, собственно говоря, я очень опасаюсь то, что начав регулировать эту сферу, загонять ее в какие-то там рамки, потеряют многие уважаемые организации. Или там не потеряют, а они окажутся за бортом взаимодействия с государственными органами. То есть, понимаете, если придумают некий формат работы ресурсного центра, который устраивает государство, то будут, разумеется, что всю поддержку и все диалоги с обществом будут вести через эти организации. И если какая-то организация ввиду своих индивидуальных особенностей, ввиду каких-то оригинальных методик, технологий своей работы, именно общественной работы, которые могут нестандартно и не вписываются в общую схему. А таких много, кстати? Да почти все. У всех есть своя специфика, уникальность. Почти все ресурсные организации, они работают по-разному. То есть, создать единую схему, мне кажется, достаточно проблематично. Ресурсные центры в каждом регионе, они достаточно уникальны. Мы вот общаемся и входим в сообщество ресурсных центров Привозского федерального округа. То есть, мы координируем свою деятельность, помогаем друг другу, и мы помогаем друг другу в том числе и взаимными консультациями. В одном регионе специалисты по такой-то теме, в другом регионе специалисты по другой теме, в третьем регионе такая-то тема более ярко выражена и имеет большой опыт работы. Ну, собственно говоря, ресурсные центры, общаясь друг с другом, в горизонтальной связи, это выравнивает до определенной степени. Если будут насаждать сверху, грубо говоря, какие-то бюджетные ресурсные центры, ну, точнее, создавать ресурсные центры по единой схеме, и понятно, что, создавая новые ресурсные центры по той схеме, которая им приятна и интересна, понятно, что, скорее всего, туда их и будут финансировать. И вряд ли будут финансировать какие-то другие организации, вряд ли будут по этим же вопросам обращаться в какие-то независимые организации, если независимые организации вдруг не захотят укладываться в единую схему работы. Понятно. У нас сейчас небольшая пауза по регламенту, мы скоро продолжим. Это особое мнение Олега Ткачева, руководителя Центра поддержки некоммерческих организаций и члена общественной политики Роскопольской области. Продолжается особое мнение. Хотелось бы перейти к темам, которые сейчас активно обсуждаются в городе и области. Но вот спортивная тема, уход Кировского Динамо из профессиональной футбольной лиги. Ваши отношения, Олег? Денег нет? Давайте на любительской основе будем играть. Грустно, денег нет. Ну, значит, на любительской нет. Значит так, согласен. Деньги были бы. Пусть играете. Я на самом деле не являюсь адептом спорта, болельщиком, в том числе, футбольным достижением. Я не являюсь болельщиком. Но считаю, что в теме физкультуры и спорта, в этих двух словах, в первую очередь, упор надо делать на физкультуру и на массовое участие людей. А это, собственно говоря, любительская деятельность, нежели на профессиональные команды, которые дают зрелище. Ну, просто без уважения к многолетней истории футбольного клуба, моральные аспекты такие являются. Были бы и там средства. Да, и были годы славных выступлений, да, собственно. Ну, вот сегодня в нашем эфире экс-глава администрации Кировской Василий Алексеевич Киселев сказал, что руководство просто у нас не умеет работать с участниками, с предприятиями, с фирмами, со спонсорами для того, чтобы деньги-то, собственно, на финансирование команды. Ну, не только «Динамо». С родиной какие-то проблемы, да? Не умеет, на ваш взгляд. Надо активнее. Да, вы знаете, Санна, тут же тема такая, когда в этом присутствует власть органов местного самоуправления, и вот все умение работы, по сути говоря, органов управления с участниками, чтобы они давали деньги, это очень сильно напоминает такой добровольно-принудительный сбор средств, на котором, ну, мы знаем, как бы ни один, чему в них погорел. Вот, благо, ну, пример нашего бывшего губернатора, то есть у всех перед глазами, то есть это палка о двух концах, то есть попросить можно, но любая такая просьба со стороны чиновника, если он умеет так работать, да, это очень скользкая тема. А тут еще упирается во многие юридические вещи, собственно говоря, произнесено было спонсорство, слово «спонсорство». Внебюджетные источники. Да, по сути говоря, что мы имеем, то есть некая некоммерческая организация, ну, оформленная как некоммерческая организация, там, спортивная, получает спонсорские деньги. Вот с юридической точки зрения, вот мы сейчас, сейчас наши клиенты, там, спорят с Миньюз, там, по поводу, там, спонсорства и рекламы. НКО тоже, да? Да, да, да. И это вопрос-то такой, юридический. Значит, при перерегистрации, там, документов, учредительных документов некоммерческой организации, Министерство юстиции, вот, буквально, там, на прошлой неделе отказало в присвоении рекламного АКВЭДа некоммерческой организации. Мы пытались спросить, да как, а почему, а, ведь, говорят, а вот этот АКВЭД могут себе иметь только рекламные агентства, но, ну, хорошо, дайте другой рекламный АКВЭД. А вот нет других. А, по сути, получается так, что спонсорство прописано, как вид рекламной услуги в законе о рекламе. И, не имея этого АКВЭДа, то есть, серьезная, там, какая-то корпорация, там, коммерческая организация, вот, как она перечислит деньги на спонсорство? То есть, ну, за размещение рекламы организации, по сути говоря, не владеющей рекламным АКВЭДом. То есть, в таком случае нужны некие посредники типа рекламные агентства коммерческие, ну, мы понимаем, что наличие посредников увеличивает, там, объем расходов. То есть, до реального спорта дойдет, там, меньше денег. То есть, вот, непонимание органами, которые, там, контролируют деятельность некоммерческих организаций, вот, и причастны, там, к каким-то регистрационным действиям, ну, не улучшает ситуацию. Как в этой ситуации, там, органам государственной власти уметь работать, там, с этими спонсорами? Мне очень интересно. То есть, куда? В бюджетные учреждения принимать спонсорские деньги, тогда бюджетные учреждения должны владеть рекламным АКВЭДом. По сути говоря, являться с точки зрения, там, контролирующих органов, там, рекламным агентствам. Предлагаю еще затронуть некоторые аспекты выборных выборов, грядущих выборной кампании. 10 сентября, напомню, выборных губернаторов и выборов городской думы, многие-многие другие выборы на территории Кировской области. Накануне спикер из оксобрания Владимир Васильевич Быков призвал партии, представленные в ОЗС, подписать разработанный, кстати, Единой Россией, меморандум о честных и открытых выборах. Суть там в том, чтобы уважать Конституцию, уважать друг друга, не использовать технологии черного пиара. Вчера встреча была назначена на 11, и позже в нашем эфире Быков заявил, что никто не пришел. Затем после программы наши коллеги обзвонили, собственно, руководителей фракций в ОЗС, они сказали, что мы не знали, что нас приглашали. Двое из них, Сергей Мамаев, КПРФ и Владимир Костин, ЛДПР, сказали, что да, мы готовы пообщаться, обсудить этот меморандум. Лидер фракции «Справедливая Россия» в законсобрании Василий Сураев, он сказал, что мы в этом не нуждаемся, вот такой какой-то разброд получился. Что вообще это было такое? Не, ну это... И сама идея подписания меморандума, на ваш взгляд, достойна? Это смешная идея, возникают каждые выборы, практически сколько помню, с 90-х годов попытка подписать некие документы про честность выборов. Для чего? Ну, просто чтобы было. То есть это с точки зрения... Ответственности никакой нету, пояснил бык. На самом деле, как бы ответственность есть, но не за подписание этого документа, а в целом. То есть все, что необходимо для честных выборов, прописано в законе. То есть его просто необходимо соблюдать. Никакие дополнительные соглашения... Соглашение о чем? Не нарушать закон? Ну, извините, это смешно. Прилагать все силы для проведения свободных, открытых и честных выборов? Ну, это... Считать главной целью избирательной кампании создание условий для свободного волеизъявления граждан. Ну, вот такие хорошие, объемные фразы. Ну, 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 вот это как бы ни о чем. То есть это, в принципе, подписание некого документа про то, что не будем нарушать законодательство, грубо говоря, ну, это просто лишний информационный повод для тех людей, которые выборами занимаются. То есть этот информационный повод, любой информационный повод, который инициирует там одна политическая сила, могут или не могут, там, считают там возможным или не считают возможным, там использовать другие политические силы. То есть, этот информационный повод или нужен, или не нужен другим политическим силам. Мне кажется, что другие политические организации, которые будут принимать участие в выборах, просто не нуждаются в участии, в подкреплении предвыборной кампании партии «Единая Россия». Вот и все. То есть, они не нуждаются в таких механизмах. Если бы это было на их площадке, может быть, они нуждались бы в таком информационном поводе. Но юридический смысл такого информационного повода, мне кажется, нулевый. Ну, кстати, ранее Буков призывал еще и поучаствовать в создании меморандума общественной организации, гражданского общества. Мы-то здесь каким боком? Ну, это вот путь меморандумов. Путь меморандумов. Такое явление, которое трудно просчитать. Сейчас у нас будет небольшая пауза, вернее, рекламная пауза. Олег Ткачев, руководитель Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, член региональной общественной палаты. Мы продолжим через минуту. Продолжается особое мнение Олега Ткачева. И я продолжаю тему выборов, но уже в Кировскую городскую думу. Буквально накануне стало известно известные кандидаты от «Единой России». Первая тройка – это Геннадий Коновалов, это директор по управлению персоналом и безопасности завода «Лепси». Затем главврач областной больницы, детской больницы Алексей Рябов, член Совета художников России Анна Лалетина. Ранее с самими кандидатами определились и ЛДПР, там первый. По традиции Владимир Вольфович, он везде, как лицо партии. Везде в списке КПРФ первая Марина Сергеевна Сазонтова, у справедливоросов Василия Купремовича Сураев. Есть еще представители патриотов России, Родфронт, Партия Достоинства. Некоторые позиционеры считают, что в этом году будут яркие выборы в гордому. И многие из них претендуют на лидерство. Вот даже справедливая Россия, по словам ее представителя Алексея Кузьмина, очень надеется на то, что даже удастся во главе встать. Это все вот такие хотелки, такие громкие заявления, чтобы привлечь к себе внимание, или выведите под эту реальную силу? Мне кажется, мое сугубо личное мнение, что выборы действительно именно в городскую думу должны стать интересными. Предыдущий порядок сил смешался, то есть наше общество нестабильно. Смешался именно в гордоме, чтобы вы имеете в виду? Нет. Вообще политическая ситуация в регионе у нас в данный момент не очень стабильная. Различные группы интересов активно друг с другом разговаривают, обсуждают, блокируются, о чем-то договариваются. Это не то молчаливое согласие предыдущих лет. Собственно говоря, когда было все понятно, там железобетон, и в принципе все роли уже расписаны. В нынешнем выборном сезоне, в частности в городскую думу, тут могут быть сюрпризы, и в зависимости от активности различных объединений и групп, но в основном мне кажется, что это пойдет не по принципу партийных списков, хотя и там, скорее всего, тоже могут быть сюрпризы. Больше интересуют одномандатники, кто из существующих политических структур, объединений, неформальных объединений, сможет подготовиться и увидеть избирателей именно в своем кандидате. Видно, что у людей, у жителей есть такое разочарование политической системой в целом и политическими партиями, в частности, как части этой политической системы. То есть эта политическая система, ну вот чувствуется, что, не вдываясь так в подробности, не работает так, как должна быть. Сформированные органы по партийному принципу, представительные органы, начиная от Государственной думы и дальше вниз, занимаются какими-то очень интересными, на их взгляд, вещами, которые вызывают недоумение участия жителей. То есть, ну, эта политическая система странная, то, во что она переродилась. Скорее всего, она перестает удовлетворять избирателя, и избиратель интересуется другими возможными вариантами. Нельзя в лоб, а что если, вот, не в лоб, а что если, вот, пересмотреть каких-то других людей. А благо сейчас, вот, сейчас нет вот таких вот очень сильных локомотивов, которые бы однозначно могли прийти. Ворваться в это пространство. Ворваться в это пространство. И оказывается, что и партия власти, и там, те люди, которых может рекрутировать партия власти, они, ну, если там, не на равных, то в каких-то там сходных условиях, в том числе, там, не с оппозиционными даже группами, с группами интересов, которые тоже, вроде как бы, при власти, то есть не отрицают, но не пойдут по спискам, там, Единой России. То есть процессы происходят интересные, а выборы как контрольный замер. Потому что из этого всего есть. Сюрпризы, вы сказали, возможно, конкретизировать, что вы умеете. Что за сюрприз? Неожиданно вот этот человек прошел, попал, или неожиданно большое количество мест заняла та или иная фракция. Неожиданно могут занять там какие-то фракции, кроме Единой России, могут неожиданно занять там какие-то места. Могут прорваться в том числе и оппозиционеры, которых там много лет никуда уже не пускали. Могут. То есть не факт, что это будет, не факт, что это состоится. Сейчас все зависит от того объема ресурсов и от тех интересных людей, которых называют политтехнологами, от их креативности, ума, сдержанности, чистоплотности. Ну, все зависит от этих факторов. Ну, и, собственно говоря, наличие идей. То есть идеи-то витают в воздухе, самые разные идеи. То есть мы живем в очень интересное время. За счет, наверное, зависит, ну, многое от того, какая погода будет 10 сентября. Если будет солнышко и плюс 30. Люди, наверное, предпочтут за город куда-то выбраться. Не в такой степени. То есть выборы намечаются интересные. А вот как этот интерес могут разыграть люди, которые находятся внутри политики и стараются занять эти места, вот это посмотрим. Продолжается особое мнение Олега Ткачева, руководителя Кировского центра поддержки некоммерческих организаций. И хотелось бы еще вернуться в ОЗС. ОЗС стало известно о том, что появятся в региональном парламенте еще три оплачиваемые должности. Это заместители, председатели трех ключевых комитетов, в том числе социального. Заявил Владимир Васильевич, спикер Закцобрания, о том, что это не будут представители Единой России. Он как-то так конкретно не ответил, что это за тема, но у нас создалось впечатление, что там установка некого федерального центра о том, что не представители Единой России должны тоже работать на профессиональные условия. Но это наши догадки, возможно. Вот как вам такое? Остается только догадываться, но именно поэтому власть, во-первых, она не монолитна, во-вторых, власть редко когда складывает все яйца в одну корзинку. То есть Единая Россия – это всего лишь одна корзинка. То есть если она перестает нравиться избирателям, то надо создавать народный фронт, надо создавать еще несколько более мелких на вырост, политических организаций правого фланга, левого фланга. Не так откровенно поддерживающие официальные позиции. Вопрос не в том, как будет называться фракция, от имени которой будет какой-то представитель, который будет не из Единой России. Вопрос в том, насколько представители этой фракции, этой группы политической, насколько они подконтрольны органам государственной власти, исполнительной власти, федеральному центру и прочее. То есть есть ли у них собственный набор идей, которые они готовы защищать, в том числе и споря. То есть в этом вопрос. То есть я очень сильно сомневаюсь, что активных, перспективных лидеров оппозиции прямо вот так вот допустят до реальных процессов, происходящих с законодательным собранием. Не уверен в этом? Не уверен. Кстати, тут надо вспомнить, что Вы, Олег, еще являетесь членом общественной наблюдательной комиссии, да, Кировской области? Как раз сейчас в перерыве рассказывали про человека, которому дали два года строгого режима за заведомо ложное сообщение, донесение. Расскажите, пожалуйста, подробнее об истории. Ну, история-то, собственно говоря, громкая. То есть эту историю наблюдают и московские правозащитники, и ОМК Кировской области интересуются активно этой темой. Тут дело вот в чем. Осужденный Галкин в ИК-20. ИК-20 находится? ИК-20 находится в Верхнекамске, в Ветневске. В северообласти. В северо-восток. Он, по сути говоря, там, суть дела в том, что он пожаловался на избиение со стороны сотрудника колонии. Прошедшая проверка по подаче жалоби не выявила подобного факта. И были там некие объяснения, что упал с турника, там, повредило лицо, ну и так далее. То есть осужденный освободился, и через пару месяцев после освобождения его вызвали в суд. Собственно говоря, 306-я статья Уголовного кодекса, заведомо ложный донос. А он знал, что в отношении него ведется некое разбирательство? Вызвали, узнал. Ага, то есть два месяца находился в неведении. Проверки там шли, вот, ну, с момента, там, возбуждения уголовного дела, там, там, я не берусь, там, сказать, в какой момент он узнал. Ну, вот уже находясь на свободе, он был вызван в суд. Потом он ссылался на болезнь и не посетил два заседания суда. Суд принял решение об избрании меропресечения, там, под стражу. То есть, собственно говоря, его поместили в СИЗО номер два, вот, для того, чтобы обеспечить его явку в суд. В городе Кирове, да, в СИЗО номер два? Да, было несколько, там, судебных заседаний, на которых, там, ну, вот, я присутствовал на некоторых. Вот, я общался, там, и с защитниками, и, там, с самим этим страдальцем. Я не берусь, там, судить, был ли тот факт, там, ну, избиения или не было, этого факта избиения, там, суд посчитал, что не было. Не было. Вот. Меня интересует практика, то есть, практика, которая в данный момент складывается со стороны управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области, которые активно апробируются. Еще в феврале, будучи, там, в Амутнинских колониях, мы заметили на стендах в каждом отряде, в каждой, в каждой колонии, в каждом отряде, вот, информационное сообщение УПСИН о том, что некий осужденный Г из ИК номер двадцать, ну, из-за неприязненных отношений, там, к сотруднику администрации, там, сделал заведомо ложный донос, вот, возбуждено уголовное дело. То есть, решения суда еще не было, а информация об этом уже висела. То есть, такой упреждающий манер на упреждение. Не советуемый тем самым, да? Да, да, да. То есть, мне очень неприятно, и я считаю, что некорректно, и, там, с морально-этической точки зрения, и, там, с прочих, там, точек зрения, вот, распространение этой информации, там, в среде осужденных, то есть, напишите жалобу, и если она вдруг не подтвердится, то триста шестая статья, а так как вы все находящиеся здесь, то есть, если будете признаны, там, по этой статье, там, виновными, вы, у вас, получается, уже рецидив, ну, как минимум второй, как минимум второй. Ну, то есть, вы уже все, матерый уголовный кем-то. Да, а с рецидивом, то есть, судья не имеет возможности, ну, просто не имеет возможности назначить меньше, чем две трети максимального срока. То есть, и срок должен быть реальный. То есть, никаких условных там не будет, потому что вы уже все сидевшие. Ну, вот, ну, и... И Галкина в итоге приговорили... Два года строгого режима. Два года строгого режима, это как раз две трети. Там, по-моему, санкция по этой статье, там, три года. Ну, вот, ну, две трети, да. Ох ты. Вот. То есть, собственно говоря, как бы, вот, квалифицировали как заведомо ложный донос, вот, и за подачу жалобы, за попытку защитить там свои права, неважно, там, мнимые права, не мнимые права, там, хотел он одолгать, не хотел он одолгать, вопрос не в этом. За подачу жалобы два года строгого режима. Мое... Известно, будет ли обжаловаться? Ну, сейчас... Можно ли его обжаловать? Обжаловать можно. Сейчас защитники, там, его, там, думают, как, в какой форме, и он сам не уверен, что надо ли обжаловать. То есть, он уже устал, и, там, открытым текстом говорил, что, да, может быть, и не буду обжаловать, может быть, прямое решение, что уже досидеть как-нибудь. Потому что с системой сражаться, ну, очень сложно. А освобождён он был по истечению срока уже? Да, по истечению срока. Или условно-досрочно? Нет, нет, нет. По истечению срока он был освобождён. Дело не в нём. У нас ещё есть такое же дело. То есть, ИК-6... Полминуты. Да. Не безызвестный Дуар Горбинов, который тоже жалуется, и та же самая 306-я статья, вот, тоже возбуждена. Уже возбуждена. Да. То есть, я так понимаю, что это вводится в практику на упреждение и для запугивания осуждённых, чтобы не жаловались. Вот, и это очень грустно. Я считаю, что так поступать не должны. Эти люди не могут собрать недоказательную базу, там, своим словам. Они не могут не вызвать свидетелей. И, то есть, право их на защиту, оно никак не гарантирует. То есть, такая очень куция такая, да? Защита. Ну, вот, всё. Вся система против этого человека получается. А он ничего не может сказать. Да. Нет, он никак не может доказать. Это правда. Да, непростая ситуация. Спасибо. Завершается наша беседа. Олег Ткачёв, руководитель Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, член общественной палатки Восковской области и член общественной наблюдательной комиссии по Кировской области. Всего доброго. До свидания. Я с ним.